Супермаркеты, многоэтажки, офисные здания в Махачкале возводят объекты вокруг высоковольтных линий электропередачи. Только за последний месяц дагестанские энергетики выявили более 200 подобных случаев. Всего же по подсчетам специалистов зданий, которые построили в охранной зоне ЛЭП, в регионе несколько тысяч. Севрина Шамхалова об опасном соседстве с высоким напряжением. Это здание будущей поликлиники строят в охранной зоне воздушных линий. Над головами рабочих электрические провода мощностью 110 киловатт. Если строительная техника случайно оборвет их, людей может убить током. Расстояние должно быть от крайних проводов до здания, до дома 20 метров. В этой зоне никаких строений, не говоря уже прямо под линиями электропередач, никаких строений не должно быть. В Махачкале 12 подстанций. От каждой из них отходят высоковольтные линии 35 и 110 киловатт. Под ними не должно быть ничего, за исключением временных строений или складских помещений. И дело тут не только в опасности соседства с линиями под высоким напряжением. Сотрудникам электросетей нужен к ним беспрепятственный доступ. Для сетевой компании закрыты все подъезды к этим линиям электропередач. Мы не можем его эксплуатировать, обслуживать, устранять какие-то аварийно-восстановительные работы. Если будут обрыв проводов или какие-то нарушения на этой линии, обслуживать тоже не можем. По закону любое строительство в охранных зонах должно быть согласовано с энергетиками. В реальности оспорить ранее выданное разрешение на строительство сложно. Этот вопрос решается только в судебном порядке. Энергетики не раз обращались в администрацию города, службу Ростехнадзора, управление жилищно-коммунального хозяйства с просьбой принять меры в отношении нарушителей. Но дома продолжают строиться в опасной близости от проводов. По подсчетам энергетиков, в охранной зоне линии электропередач несколько тысяч зданий по всему Дагестану. А за последний месяц выявлено еще больше 200 объектов. Обязательно согласование должно быть естественно и по существующим линиям, смотря на топосъемку земельного участка и так далее. Но отвод этой земли был осуществлен еще в 90-х годах. И выделен частную собственность. Как и что это будет сделано, наверное, будет, скорее всего, разбираться. Поэтому вопросы отдельно мы истребуем документы. Посмотрим, как это было сделано. Самих махачкалинцев соседство с высоковольтными линиями не пугает. Поэтому они смело покупают жилье в подобных домах. А вот энергетики предупреждают, если линии электропередач все же заденут, то без света могут остаться не только районы Махачкалы, но и поселки в горных районах. Севрина Шамхалова, Руслан Салихов, Рамазан Амаров. Время новостей.